всем привет дорогие зрители сегодня у нас чистка вот этого замечательного кулера для этого нам понадобится вот такая вот отверточка там еще одна будет тоже надираем пленку вот и вторая тверточка подрываем резиночку резинку было тяжело подорвать честно это трындец там вот ведет кольцо стопорное она держит полностью весь шток и там на кольце сейчас я покажу там на кольце есть вот прорез не надо его отрывать надо ее просто поддеть слегка и она выскочит подрываем это коречко на разорвем мимо сердечко давай придется вам удохаться немного они вышло быстро что там так вот оно это кольцо играем в сторонку не нужно и вот мы добрались до середины там внутри есть резиновая прокладка я ну естественно надо снять это понятное дело полностью вытаскиваем все лопасти все и там ниже тоже есть резиновая прокладка все это необходимо обчистить вытереть хорошо желательно конечно обезжирить но этого не делал поэтому вам лучше сделать на всякий пожар хорошенько все вычищаем от пыли от грязи руки от всего что все было чистенько все ничего не ей не задевало потому что у меня был такой момент не знаю откуда конечно появилась какая-то алюминиевая небольшая стружка я начал именно тарахтеть я сначала удивился поэтому и полез в него ну потом решил сразу записать видео и почистить вычищаем всю старую смазку это естественно так можно делать на всех вентиляторах кулерах которые можно открыть то не только именно для этого кулер убираем резиновую прокладочку протираем прокладочку естественно вычищаем полностью все что там есть у нас грязная старую смазку убираем смазка естественно густая не жидкой некий там капельки там надо именно нанести густую смазку или литол солидол и конечно не знаю надо узнать у кого-то других я литол нанесил как только вы очистили все хорошо обезжирили берем и начинаем наносить густую смазку никакой жидкой жидкая плохо густая хорошо у меня литол что было под рукой то и нанес так что если что-то кому-то не нравится смотрите в интернете какую смазку именно нужно носить для кулера естественно на пока не начинаем процесс сборки естественно сначала проверяем стоит ли резиночка вставляем желательно я вам сразу скажу подложить сразу туда резинку прокладку и другую но я этого не сделал поэтому меня сейчас нужно будет немножко помучаться с ней так как она прилипает к отвертке наконец-таки выпало теперь туда и и одеваем то елки-палки прилипло давай без второй твердки не обойтись наверно одеваем ее на шток она там великолепно фиксируется так как там есть у него небольшая выемка и теперь берем наше любимое стопорное кольцо просто замечательно и начинаем его усердно стараться одеть обратно на шток а иначе вентилятор вылетит прекрасно просто замечательно все у нас на штоке вентилятор не улетит не повредит нам ничего крутим пару раз проверяем не попало ли что нибудь не хрустит не трещит все хорошо замечательно теперь осталось самое легкое поставить резиночку желательно все вытереть нормально они пальцем как я и вот это уже другое дело и осталось наклеечка где а вот наклеечка клеем заклеили все все замечательно всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал дальше будет много интересней всем пока Субтитры сделал DimaTorzok